Во дворце спорта имени Ивана Ерыгина сегодня проходит один из самых масштабных в истории края концертов. Театрализованное шоу посвящено празднованию 200-летия образования Несейской губернии. Только артистов выйдет на сцену 1300 человек. Это коллективы со всей страны. Вот фрагменты нескольких выступлений. Организаторы несколько месяцев готовили многожанровую постановку об истории и культуре регионов, которые входили в состав губернии. Это Хакасия, Тывай и Красноярский край. Специально для шоу подготовили подвижную сцену. Использовали больше 80 тонн оборудования, собрали сводный хор, воссоздали ансамбль балалайщиков. Сегодня на мероприятии собрались представители власти, заслуженные работники, общественные деятели, почетные жители края и гости из Тывы и Хакасии. Конечно, важно, нужно помнить, знать свою историю. Поэтому каждая дата, каждый какой-то юбилей, это в первую очередь подумать о сегодняшнем дне, о том, как люди живут сегодня. Потому что, вспоминая те или иные значимые исторические события, мы все-таки встречаемся и говорим о дне сегодняшнем. Знаковую дату отмечали по всему краю и даже в Москве по инициативе Александра Усом. Сегодня на сцене он наградил 26 человек почетными знаками Красноярского края, 200 лет образования Енисейской губернии. Но я искренне рад, что к празднованию присоединились и наши соседи из Хакасии и Тывы. Енисейская губерния – это точка, в которой впервые сошлись исторические пути народов, населяющих берега нашей великой реки. Я сам занимаюсь историей и 19 века, в том числе, и Енисейской губернии, и Хакасии, разумеется. Это очень памятная дата. Получить памятный знак – это очень почетно. Концерт повторят еще и завтра для тех, кто не смог попасть в сам дворец спорта. Запись шоу появится в группе Центра международных культурных связей во Вконтакте. Продолжение следует...